К решению проблемы долгостроев в Хабаровском крае готов подключиться фонд защиты дольщиков. Об этом было заявлено на совещании, которое провел в регионе министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Накануне он прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Репортаж Натальи Приходько. 43 строя объекта в Хабаровском крае включены в перечень проблемных. Сейчас в числе обманутых дольщиков около 1300 человек. В своем докладе директор Федерального фонда защиты прав дольщиков прогнозирует, что ситуация ухудшится. Количество объектов продолжает добавляться, несмотря на то, что застройщики переходят на проектное финансирование. Добавляются старые объекты. И наш прогноз такой неутешительный, что во второй половине этого года будут еще дополнительные объекты. Многолетние проблемы дольщиков начал продуктивно решать экс-губернатор Сергей Фургал. Были сданы несколько долгостроев. Еще весной этого года краевые власти обратились в Минстрой с просьбой помочь достроить проблемные дома через фонд. На сегодняшний день поданы документы на 8 объектов. Ведомство готово профинансировать стройки на условиях софинансирования с регионом. Федеральных денег на решение проблемы обманутых дольщиков точно на сегодняшний день не хватит на всех. Поэтому мы должны максимально посмотреть те инструменты, которые имеем на месте. И плюс к тому, естественно, мы готовы подключить фонд для решения уже тех вопросов. О своих проблемах рассказали и сами застройщики. Они пожаловались на медлительность банков, из-за чего теряется время на работы в сезон. Кроме того, по мнению строителей, тарифы в Хабаровском крае завышены. Всегда дорогое жилье, потому что у нас самые дорогие цены – энерготарифы. Особенно тепло – это самая глобальная проблема. Вторая проблема еще есть. Я тоже считаю, что мы много лет уже с этим боремся. То есть у нас тоже одни самые дорогие энерготарифы в России. Однако здесь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев с застройщиком не согласился. Назвал эту информацию некорректной. На сегодняшний день, то что касается тарифов, в моменте на 1 июля, не самые высокие тарифы сегодня в Хабаровском крае. Да, чуть выше, чем в среднем по Российской Федерации, это правда. И Дальневосточный федеральный округ этим отличается. Здесь действительно это так. Но в Дальневосточном федеральном округе гораздо выше тарифы на Сахалине, в Сахе, в Бурятии, в Приморском крае, в Магадане, в Камчатском крае. Чтобы досконально изучить жилищные проблемы и ценообразование в Хабаровском крае, министр рекомендовал в Рио губернатора проводить еженедельные совещания. В состав штаба должны войти представители банков, стройкомпаний и ресурсоснабжающие организации. Наталья Приходько, Илья Васильев, телеканал «Губерния».